Тема сегодня «Типы энергетического обмена у микроорганизмов. Необходимые условия для регулирования обмена веществ микроорганизмов». Типы энергетического обмена у микроорганизмов. Для развития роста и размножения микроорганизмов необходима энергия. Способы добывания энергии у микроорганизмов различны. Большинство из них живут за счет энергии, высвобождающейся при окислении различных соединений кислородом. Микроорганизмы, добывающие энергию только за счет окисления кислорода, называют облигатными аэробами. Но есть микроорганизмы, которые получают энергию без участия кислорода в воздухе за счет сопряженного окисления, восстановления неорганических и органических соединений, находящихся в субстрате. Такие микроорганизмы называют облигатными анаэробами. Кислород подавляет их развитие. Существует также промежуточный форм микроорганизмов – факультативные аэробы и анаэробы. Микроорганизмы, обладающие лоббильным обменным веществом, то есть живущие за счет окисления кислородом воздуха и сопряженных окислительно-восстановительных реакций без участия кислорода воздуха, называют факультативными аэробами. При недостатке кислорода они могут переходить на анаэробный способ существования. Микроорганизмы, которые могут жить как при доступе воздуха и без него, называют факультативными анаэробами. Они живут за счет сопряженного окисления, восстановления различных соединений без вовлечения кислорода. Кислород для них не ядовит или слабо ядовит. Известны факультативные анаэробы, например, дрожжи, способны в зависимости от условий развития переключаться с анаэробного в анаэробный тип получения энергии. Анаэробные микроорганизмы, которым принадлежат многие бактерии и некоторые дрожжи, получают энергию для жизнедеятельности в процессе прожения. Этот энергетический процесс протекает путем сопряженного окисления, восстановления без участия в нем кислорода воздуха. Акцептором водорода, отщепляемого от окисляемого органического соединения в замене молекулярного кислорода, служат промежуточные продукты распада того же органического вещества. Примером такого типа получения энергии служит спиртовое брожение, осуществляемое многими дрожжами в анаэробных условиях. То есть сахара превращается в спирт и углекислый газ, также энергия 118 кг. Молочнокислые бактерии являются факультативными анаэробами. Без участия кислорода осуществляют молочнокислое брожение, которое заключается в превращении молекулы глюкоза в две молекулы молочной кислоты с выделением энергии. Примером облигатных анаэробов служат масляно-кислые бактерии, которые получают энергию в процессе масляно-кислового брожения. Факторы, регулирующие обмен веществ микроорганизмов. Чтобы культура микроорганизмов могла нормально расти, размножаться, осуществлять биосинтез какого-либо вещества, необходимы оптимальные условия для окружающей среды. Одним из факторов является питательная среда. Питательная среда микроорганизмов требует целый ряд необходимых элементов питания – углерод, азот, фосфор, макро- и микроэлементы, биологически активные вещества. Второе. Для микробиологических процессов большое значение имеет реакция среды. Для каждой культуры микроорганизмов есть свои пределы оптимума максимума и минимума pH. Так, ацидофильным микроорганизмам, некоторой плесени, дрожжи, бактерии необходим pH от 1,5 до 4,5. Нитрофильным pH 6,5-8. И базофильным pH 8,5-9,5. То есть щелочная среда. Но большинство микроорганизмов лучше всего развиваются в нейтральной среде при pH-7. Третье. Большое значение жизнедеятельности микроорганизмов имеет кислород. Для аэробных микроорганизмов он жизненно необходим, а для анаэробных является ядом. Только для факультативно- анаэробных микроорганизмов, например, дрожжи, это не имеет существенного значения. Потребление кислорода зависит от концентрации клеток. Чем она выше, тем больше требует кислорода. Режим аэрации должен обеспечить такую скорость растворения кислорода, которая полностью соответствует расходу. Четвертое. Для микроорганизмов существенное значение имеет также окислительно-восстановительный потенциал, выражаемый в милливольтах или чаще отрицательным логарифмом давления молекулярного водорода. Степень аэробности или анаэробности может быть количественно характеризована величиной окислительно-восстановительного потенциала. Пятое. Очень велико значение температуры для роста и развития микроорганизмов. Большинство используемых в промышленности микроорганизмов по отношению к температуре являются мезофилами. Их развитие происходит при 25-37 градусах. Психофильные микроорганизмы растут в интервале 0-15 градусов, а термофильные в интервале 55-75 градусов. Все перечисленные микроорганизмы имеют промежуточные формы. Обычно при повышении температуры процессы биосинтеза интенсифицируются, если это повышение не ингибирует определяющие биосинтез ферменты. При температуре 70 градусов большинство вегетативных микроорганизмов гибнет за 1-5 минут. Шестое. Нормальное функционирование клетки, то есть обмен веществ, рост и размножение, может происходить только тогда, когда в ней содержится достаточное количество воды. Клетки погружены в водную среду с растворенными в ней питательными веществами. При уменьшении содержания воды снижается интенсивность биохимических реакций, а следовательно и интенсивных жизненных процессов. Вода не только является реакционной средой растворительных веществ, при взаимодействии с водой осуществляется множество реакций, при участии гидролитических ферментов, в результате которых образуются новые вещества с совершенно новыми свойствами. Итак, при благоприятных условиях, то есть в среде, где есть водный раствор питательных веществ, а также соблюдены все соответствующие физические и химические факторы, температура, pH, присутствия кислорода и т.д., в клетках микроорганизмов начинаются ферментативные процессы, то есть обмен веществ с окружающей средой. Из веществ, проникающих в клетку, образуются внутриклеточные вещества и структурные элементы, и происходит ассимиляция. Одновременно идут процессы распада веществ и ассимиляция. Если первые процессы преобладают над вторыми, наблюдается рост клетки. Достигнув определенных размеров в соответствующей фазе развития, клетка может начать размножаться. Скорость размножения зависит как от видовых свойств культуры, так и от условий окружающей среды. Спасибо за внимание.